здравствуйте уважаемые коллеги с вами алена никифорова и сегодняшняя тема нашей встречи это как сделать чтобы у вас начиналось вязание или самый первый ряд был открытыми петлями ну понятно что мы не можем так набрать петли начать вязать и у нас в начале полотна будут открытые петли конечно мы так не можем сделать по одной простой причине если мы так сделаем то у нас эти петельки пока мы вяжем будут внизу распускаться нам это совсем не надо нам это будет неудобно но надо как-то так придумать так сделать чтобы начать вязание а потом когда нужно будет вернуться к первому ряду то этот первый ряд у нас будут открытые петли и для этого существует несколько способов ну самый простой самый элементарный если у вас есть вязальная машина набираете на машинке на просто вую ниточку столько петель сколько вам нужно провязывать это бросовой ниточкой пару рядов и если вы хотите продолжать вязание спицами то с машинки переснимаете на спицу эти петли и вяжите то что вам нужно а потом когда вам нужно вернуться к этому первому ряду суп он был с открытыми петлями то тогда вы вот эту бросовую ниточку самый последний рядочек подрезаете с одной стороны с противоположной от конца нитки до подрезаете и легко вытягиваете ниточку ну единственное что я могу сказать как я это обычно делать то я обычно когда я так делаю то я на машинке вяжу во всяком случае самый последний ряд на большей плотности то есть чтобы были петельки побольше чтобы он такой свободный был расхлябан и тогда легче вытягивается ниточка и конечно бросовая нитка не должна быть махером не должна быть ангорой не должна быть пушистой короче лучше если это какой-то акрил не лохматый если это какой-нибудь хлопок но что-нибудь такое что не пушистая тогда получается легче но сегодня я хочу с вами поговорить о другом способе и не этот способ нравится больше других способов потому как он более быстрый но был такой нюанс что я показывала этот способ на одном из своих совместников и нашлись такие талантливые мастерицы которые мне потом написали алена ой-ой-ой а у меня не распускается так легко как у тебя в чем же причина поэтому я сегодня запланировала показать вам этот очень простой способ на наборный край крючком для вязания спицами так чтобы у нас была возможность получить первый ряд при вязании спицами с открытыми петлями и затем уже использовать этот ряд открытыми петлями вот это я покажу этот маленький нюанс от чего зависит что не распускается покажу расскажу вот такая сегодня тема что нам нужно для того чтобы сделать наборный край крючком нам нужен крючок и нужна ниточка бросовая ниточка я специально взяла толстую нитку чтобы вам показать как я это делаю чтобы хорошо было видно и чтобы больше ни у кого не было в этом плане проблем и вот смотрите что вы видите сейчас на экране вы видите косичку связанную крючком это называется косичка из воздушных петель или сначала начать давайте сначала начну чтобы самого-самого начала я всегда начинаю вязать крючком я всегда петельку делаю так как делают спицами первую петельку вот таким образом абсолютно не принципиально как вы делаете первую петельку вообще никак не принципиально ну вот я делаю первую петельку так так и потом начинаю вязать косичку вот таким образом смотрите и пошла одну за другой одну за другой но когда я провязываю эту косичку то я ее вижу свободно я не затягиваю петли я вижу ее чуть свободнее чем если бы я вязала это для вязания крючком я провязываю штук на 10-15 больше чем мне нужно петель вот вижу и вижу например предположим мне достаточно вытягиваю вот так петельку чтобы она такая большая была последняя ничего не завязываю не затягиваю наоборот вытягиваю последнюю петлю шапана такая большая у меня было и дальше вот где-то здесь обрезаю нитку вот таким образом смотрите все и эту ниточку убираю вот у меня получилась вот такая косичка с петлей в конце давайте теперь внимательно рассмотрим я снова повторю я специально взяла толстую толстую нитку толстую толстую чтобы вам хорошо хорошо было это все видно если мы к себе вот так поворачиваем мы можем повернуть смотрите у этой косички у этого шнурочка он как будто получается треугольный до в сечение если мы сверху на него вот так посмотрим он как будто треугольный у него получается вот это одна плоскость дальше поворачиваем здесь у нас сверху такое ребрышко идет так но как будто вот под наклоном от него горочка такая вот он получается как треугольник то есть мы его можем положить на стол смотрите на косичку вот таким образом и тогда у нас получается сверху вот такие идут черточки одна за другой похожие на изнаночную петельку так это если мы его точно на стол положили на косичку но мы его можем еще положить вот на этот край так и тогда у нас вот с этой стороны косичка а с этой стороны вот на черточки вот так положить можем 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 положить ведь вот на этот край который с этой стороны вот таким образом тогда косичка будет смотреть на нас понятно что у этого шнурочка есть три грани 1 2 и 3 так вот для того чтобы хорошо это косичка распустилась после того как вы уже провязали свое полотно то обязательно обязательно вам нужно положить эту этот шнурок вот этой косичкой здесь косичка только с одной стороны больше нигде вы не увидите косичку видите только с одной стороны четкая косичка лицевая петля как будто да так вот эту косичку нужно вот так плоско положить на стол тогда вы точно поймете какие петельки вам нужно подхватывать вот так положили вот четко на косичку теперь берете спицу меньшего диаметра чем вы будете вязать дальше ваше полотно насколько меньшего насколько хотите чем более тонкая тем легче будет подбирать и начинаете подбирать вот именно вот эти горизонтальные черточки которые похожи на изнаночную петлю да вот на эту черточку не на вот эти боковые не на вот эти боковые а именно вот на эту которая по центру это очень очень важно именно из-за этого бывает так что все делаете так как показывает мастер а потом распускать она не распускается как вам понять что вы делаете правильно значит вот например я подбираю петельку например вот эту да вот вот она четко у меня косичка я подхватила петельку ну и допустим вторую я поворачиваю к себе косичку и я вижу что я не затронула ни одну сторону косички не другую я не затронула косичку если вдруг вы не попали в эти вот эти центральные петельки например а вы попали вот в эту петельку с краю вы зашли с краю раз допустим и 2 то тогда когда вы поворачиваете к себе косичкой вы видите что у вас спица прошла через одну из боковых сторон косички это неправильно поняли меня вот это неправильно то есть у вас четко должна быть косичка вниз и вы подбираете вот эти черточки причем не обязательно начинать прямо с самого края я всегда делаю так я несколько петелек отступаю и начинаю вот например вот с этой поднимать и поднимаю смотрите одну вторую третью четвертую столько сколько вам нужно но при этом старайтесь чтоб когда вы подхватываете эти петельки что вы не не подхватывали полоски если пряжа пушистая например волоски от других петель ник четко четко проходить через петельку и даже можно еще потом сделать вот так сжать как будто пополам вот по косичке вот так их сложить и тогда вот так вот будете держать и вообще будет удобно так одну за другой 1 2 ну и вот например я не буду много набирать потому что хочу же сейчас с вами провязать чтобы не забирать много вашего времени ну вот например вот столько я набрала то есть у меня получается здесь хвостик косички висит и здесь хвостик косички с какой стороны начинать набирать с этой стороны косички лес это не имеет вообще никакого значения и так вот я подобрала и теперь я приступаю к вязанию то есть петельки у меня готовы я приступаю к вязанию и я возьму белую ниточку провяжу несколько рядов и покажу как я распускаю то есть вы приложили ту нитку которая будете вязать и сразу вяжите обычным способом но вот здесь очень важно дальше первый ряд у вас всегда должны быть петли одинаковые либо все петли лицевые либо все петли изнаночные если вы первый ряд сразу начнете вязать какой-либо узор или резинку там где лицевые изнаночные меняются то у вас не распустится эта косичка провяжу пару рядочков чтобы показать что в результате получится ну вот смотрите я провязала несколько рядочков так и чтобы делаем дальше теперь когда нам уже нужен вот этот вот нижний свободный ряд мы распускаем косичку то есть берем непосредственно с той стороны где у нас осталась вот эта петелька да мы просто тянем за ниточку так смотрите вот только из первой петельки нужно эту ниточку так вытянуть так а дальше смотрите что вот тяну ниточку и вот вам пожалуйста открытые петли ну а здесь вы понимаете что почему у меня вот здесь одна ниточка осталась потому что когда я провязывала петельку я подхватила меня видите толстая нитка из нескольких ниток я подхватила нечаянно одну ниточку лишнюю просто ее разрезала и убрала и вот пожалуйста поднимаем теперь петельки надеваем на спицу пожалуйста у нас замечательный открытый край и теперь так как я это показывала в прошлом видео мы можем объединить пример методом трех спиц и у нас за то что находите время приходите активничать и в чате от всей души вам большое спасибо желаю вам всех благ все будет хорошо пусть никто не болеет пусть будет мир и до встречи завтра послезавтра и после послезавтра у меня совместники и курсы а в понедельник мы с вами встретимся в прямом эфире если кто-то хочет рассмотреть какую-то тему особую на которую хочется услышать ответы пожалуйста пишите в комментариях под видео я комментарии все читаю и если увижу что будет интересная тема это мы обязательно проведем на эту тему стрим желаю вам всех благ всем пока искренне ваша алена никифорова пока пока